Всем привет, друзья! Ну что, вот долгожданные ответы на вопросы. Вы меня попросили, я делаю это видео. В инстаграме я в сторис типа сказал, пишите свои интересные креативные вопросы, и вы начали писать креативные вопросы. Давайте начнем. Первый вопрос. Человек спрашивает, что это за второй канал, на который ты снимаешь видео? Ребят, этот второй канал не мой. Это канал проекта ProLife. Мы с ними работаем, я работаю на них официально, то есть плачу налоги, все такое. Как тренер, только онлайн-тренер. Я помогаю им развить канал, то есть снимаю там видео свои, именно я снимаю, их монтирую тоже я, вот, и выставляем на их канал. Поэтому, если вам интересны эти видео, то можете переходить на их канал, также смотрите, как и на моем, в принципе, тоже самое. Хорошие видео, качественный контент. Ссылочку оставлю в описании, обязательно заходите, смотрите, очень крутой канал. Следующий вопрос. Ты будешь путешествовать по странам? Были бы деньги, братан? Конечно, буду, если деньги появятся. Я тоже люблю путешествовать, особенно я люблю всякие теплые страны и пальмы. Например, там Испанию, Майами, там, не знаю, что-нибудь такое, где пальмы, короче, есть. Много ли уходит денег на питание? Ну, такое себе. Естественно, конечно, бодибилдинг это спорт такой, где нужно вкладывать деньги, потому что нужно хорошее питание, ты же не будешь там бургерами питаться, тебе нужно хорошо кушать мяско, курочка, там, макарончики, все такое качественное должно быть. Ну, я не знаю, я не считал, честно говоря, сколько денег уходит на питание, но я думаю, прилично. Хочешь быть как Арнольд? Нет. Не хочешь на русский ниндзя? Ну, на самом деле, хотелось бы, потому что довольно-таки интересный опыт, не знаю, пройду я эту полосу препятствий или нет. Интересно было бы попробовать. Сколько тратишь времени на игры в компе? Я очень мало времени трачу, потому что я играю, только когда там, ну, капец, совсем уже делать нечего, там, всю работу выполнил, там, видосы снял, смонтировал, и вот тогда, ну, может, полчасика бывает, часик в день, если уж совсем там времени дофига свободного. Когда в Питер планируешь приехать, будешь ли делать сходку? Планирую я приехать 21 октября, вот, уже скоро, не знаю, это видео выйдет до этого или после, не знаю. Короче, 21 октября я буду там, там будут соревнования, и сходку я официально не планирую делать, но я думаю, вы можете прийти на соревнования, меня поддержать там, пофоткаемся, поговорим, не знаю, если такое возможно будет. Кстати, вот всю информацию про соревнования можно найти на официальном сайте, как же у них, ISF, что ли, или что-то такое, Федерация, короче, Стритлифтинга. Короче, можете найти спокойно в гугле, Федерация Стритлифтинга в России, вбивайте, и там у них ВКонтакте сайт будет, и там все будет, вся инфа написана. Ты пьешь? Ну, если только воду, чай, кофеек. В какой программе сейчас тренишь? Я треню именно по программе подтягиваний. Увеличиваю подтягивания, так как скоро у меня соревнования, и я тренируюсь тупо по подтягиваниям, больше ничего не делаю. Пойдешь на РД-отбор по воркауту от Вайтенка? Нет, зачем? Если я могу просто ходить на обычные соревнования, которые, блин, ну, просто признаны в России лучшими. ISF вроде называется, ISF. Чувак, до скольки лет будешь заниматься воркаутом? Именно что-то там, ну, короче, дальше не буду читать. До скольки лет? Значит, не знаю, сколько сил здоровья хватит, так и буду заниматься, прикольно же. Братан, сколько раз можешь подтянуться собственным весом? 35 повторений идеально чистых. Помогает ли теплая ванна быстрее восстановиться или это бред, типа? Но помогает на самом деле, так же и баня помогает, это все выводит молочную кислоту из ваших мышц. И, естественно, конечно, помогает. Артур, ты красил свои волосы? Нет, никогда ни разу не красил. Ты любишь пельмени? Да. Что нового? Новое то, что я на соревнования записался, готовлюсь к ним. И также, скорее всего, 9-11 ноября поеду в Москву на SN Pro. Если вы тоже едете, то, скорее всего, увидимся там. Как набрать вес, если дома нет еды? Интересный вопрос. Сходи к другу, обчисти его холодильник. Я не знаю, как по-другому. Новичок в качалке. Что делать? Я вообще, когда пошел в качалку, я просто ходил, осваивал все тренажеры, проверял, какие мышцы там работают. Смотри в интернете, какие мышцы, где качаются, на каком тренажере и так далее. То есть приспосабливайся, а потом ты должен составить себе программу тренировок. Либо можешь зайти на сайт archumorris.com. Там есть и программа тренировок, и питание сразу же в комплекте. Поэтому заходи, дешевая цена. И, блин, будешь заниматься, будешь качком. Планируешь ли создавать свой бизнес в дальнейшем? На самом деле, чтобы создать свой бизнес, нужно очень много потратить денег. Это, во-первых. Во-вторых, если бы у меня была более лояльная аудитория, которая покупала бы вещи всякие, не знаю, что бы я производил, то, скорее всего, я бы сделал. Но так как аудитория не лояльная, в том плане, что большинство, наверное, подростков, как я понимаю, если ты не подросток, обязательно напиши об этом в комментариях, и чтобы я знал, что у меня есть и взрослые люди. Вот. Если бы были большинство взрослых, то, естественно, бы сделал бизнес. И, скорее всего, что-нибудь там производил бы. Футболки какие-нибудь прикольные там с логотипчиками, перчатки для тренировок и так далее. Но пока что даже на марафон собираем 30 человек. Это такая бредятина. Есть ли минусы в употреблении протеина? На самом деле нет никаких минусов, потому что это не является никакой химией. Это просто порошковый протеин делается из разных там продуктов. Есть яичный протеин, ну типа делается, да, из яиц. Есть соевый протеин и так далее, растительный протеин и так далее. То есть я не особо там разбираюсь, как называются, но делаются и всяких из растительных продуктов. И также есть, например, из мяса делается и так далее. То есть вот такая вот тема. Но в протеине нет ничего плохого. Долго ли ты качался и ты реально накачал такие руки только на турниках? Нет, я же занимаюсь и на турниках, и на брусьях, и в зале занимаюсь. То есть я качаюсь везде. Когда холодно, я занимаюсь в зале. Когда тепло, я занимаюсь на улице. И, собственно, последнее время, там, наверное, лет 5, я вот тренировку на руки постоянно регулярно не делаю. У меня тупо генетика на руки, поэтому они большие. А так-то я сам-то небольшой, поэтому не знаю. Ну вот так вот, генетика. Такую машину хотел бы. Я бы хотел, всегда мечтал о Форде Мустанге. Форд Мустанг вообще четкая тема. Химик или натураха? Ты что, издеваешься? Я похож на химика. Никогда вообще не химичил, не химичу и не буду химичить. Это я всегда говорю, потому что это страшно. Женек выступает на соревнованиях. Он химик, но, как он сказал, что до этого он не химичил, хотя, я думаю, скорее всего, химичил, потому что на соревнованиях выступает. А сейчас он признался, что подхимичивает там чем-то. Вот. Поэтому такие вот дела. Я вообще считаю, что все люди, которые выступают на соревнованиях, они обязаны химичить, потому что смысла выступать нет. Потому что все твои соперники химичат, а ты не химичишь. Смысл, ты идешь на соревнования, учитывая, что ты платишь за это бабки, чтобы там поучаствовать, готовишься, а тебе за это ничего не дают. То есть тебе дадут там, не знаю, медаль, либо что там дают, я без понятия, кубок какой-нибудь. Все, тебе бабок не дают за это. Поэтому, конечно, есть смысл расхимичиться и пойти вообще на Олимпию, вот миллионы выигрывать. Сделаешь видео, как ты играешь в футбол или как финтишь? Я уже давно не играю в футбол, братан, потому что у меня проблема с коленом, оно постоянно вылетает, если я играю в футбол. Тогда снимешь лучшую методику по увеличению количества подтягиваний. Уже есть куча методик, они все хорошие, все работают. Посмотри на канале. Привет, как думаешь, сколько нормальный результат в жиме лежа для 80 килограмм? Ты имеешь в виду на один раз, но я думаю 100-110 килограмм будет уже неплохо. Как долго нужно качаться, чтобы стать таким, как ты? Я качаюсь 11 лет, но так как, наверное, года 3-4 я занимался фигней, ну типа я качался, но там особо хорошо не питался и так далее. Но думаю, лет за 6-7 можно накачаться, как я. Никогда не заниматься спортом или никогда не покидать пределы Эстонии? Я думаю, никогда не покидать пределы Эстонии, но спортом заниматься, потому что спорт это жизнь. Лучшее упражнение для огромных плеч на твой взгляд? Сложно сказать, братан, я не накачал огромные плечи. Когда у тебя будут соревнования? 21 октября. Можно ли в 14 лет заниматься в зале и поднимать железо? Нет, в 14 лет нежелательно поднимать железо, потому что у вас не сформировались еще кости, суставы и так далее, большая нагрузка идет, особенно если вы делаете вертикальную нагрузку, всякие там жимы стоя и так далее. Вот, лучше нежелательно. Лет с 17 идите в зал. Сколько калорий надо есть мезоморфу, чтобы набирать? Это все зависит от твоего веса, роста, вот такие вот дела. Но мезоморфу точно нужно есть немножко поменьше, чем эктоморфу, потому что эктоморф это просто бездонная бочка. Если кисть 15 сантиметров, значит 100% эктоморф? Нет, это вообще абсолютно не значит, что ты эктоморф, просто бывают разные кости, размер костей, толщина там костей. Но это абсолютно не показатель. Если ты 100% эктоморф, то у тебя должно просто комплексное вот такое быть, да? Ты там, не знаю, длинные конечности, не знаю, плохо набираешь массу, жир вообще не растет, там ты, короче, должен изучить себя за всю свою жизнь и тогда можно сказать кто-то эктоморф или мезоморф, а по кистям это невозможно определить. Что лучше, креатин или протеин для набора массы? Гейнер. Не задумывался о карьере в бодибилдинге? Чтоб иметь карьеру в бодибилдинге, особенно успешную, нужно химичить. Я химичить не собираюсь. Какого возраста лучше всего заниматься воркаутом? В любом возрасте это не травмоопасно. Ну, типа, не травмоопасно, я имею в виду там с железом с огромными весами, это гораздо травмоопаснее, а со своим весом это более-менее нормально. Почему не тренишь динамику на турнике? Зачем стритлифтеру динамика на турнике? Мне нужно тренить максимально большое количество повторений с весом, либо максимально большой вес на одно повторение делать. Зачем мне динамика? Что с активом на канале? Да не знаю, что-то тухляк какой-то. Сколько делаешь брусьев за подход без веса и сколько подтягиваний? Брусьев я делаю 60 повторений, а подтягиваний 35. Пьешь ли ты какие-то креатины или что-то еще? Сейчас я купил гейнер и там уже содержится креатин, вот пытаюсь пить, но никакого результата от этого не вижу, никакой силы не прибавляется, к сожалению. Когда соревнования и где будут соревнования? Я не знаю, где они будут, точнее знаю, но вы можете посмотреть на официальном сайте, либо ВКонтакте. Сколько у тебя жим на раз? Ну, 90 сделаю на раз. Я сладенький в жиме, плечи-то маленькие. Когда идешь до 17 подтягиваний? Я постараюсь. Проблема в том, что у нас в зале турник, он как бы выглядит немножко вот так, он луком идет. То есть ты держишься вот тут, а подбородок тебе нужно еще выше, короче, поднимать. То есть, ну, вы поняли, да, он луком так идет, и это сложнее, тебе нужно выше подниматься. Возможно, если турник немножко пониже будет, как на соревнованиях, то, может, в 17 сделаю. Но это не точно, это очень сложно будет, но мы постараемся. Бывал ли в Белоруссии? Ни разу. Сколько раз тренишь? Два. Когда учился в школе, кем хотел стать? Каким-нибудь актером, либо что-то типа того. Ну, вот, собственно, ну, меня вот это устраивает. Блогерам быть нормас. Почему при таком стаже занятий стритлифтингом у тебя такие слабые, типа, силовые показатели? Ну, не знаю, если мастер спорта по подтягиваниям это слабо, то, ну, сорян. Братан, а если качаешь бицепс, будут связки качаться? Ну, желательно для связок делать статику. Например, так повисаешь и висишь. Вот это будет прокачивать связки. Нормально. Связки тоже надо качать, потому что если качать одни банки, то, скорее всего, когда-нибудь у тебя оторвутся сухожилия. А это нежелательно. И желательно качать все связки, сухожилия. Это прокачивает статика. Как относишься к людям, которые занимаются спортом, но при этом бухают и курят? Негативно, абсолютно. Я не понимаю, зачем они это делают. Но, типа, я имею в виду, зачем они занимаются спортом. Вот. Можно не заниматься спортом, бухать и курить, в принципе, одно и то же. Сколько ты занимаешься? 11 лет. Бро, а что брекки ты не ставишь? Потому что они стоят 3000 евро. Я особо не вижу никакой разницы. Нормально, я желаю. Ну, нижняя оттенция немножко такие решеткой, но это пофиг. Как думаешь, выиграешь соревнования? Выиграть я точно не выиграю, потому что там, по-любому, химозные будут, которые сделают там не 17 подтягиваний, а 25, блин. Это 100%. Но в своей весовой категории я постараюсь взять мастера спорта. Это надо 100% сделать. Когда заруба с рулеткой заданий? К сожалению, рулетка у нас сломалась, и нам очень лень ее заново делать, и особенно уже зима какая рулетка. Насколько сильно страдают сухожилия от постоянных тренировок? Да вообще все тело страдает от постоянных тренировок. И хрящи всякие там, и суставы, и все. Многим спортсменам вообще операции делают, вставляют там какие-то фейковые суставы. Например, Лазару Ангелову колени вставили новые, не свои, естественно. Естественно, любой спорт, это немножко травмирует вас. Он, конечно, и пользу приносит, но и травмирует. В нашей жизни все так происходит. Хотелось ли просто все бросить и перестать качаться? Если я все брошу, то я стану капец каким дрыщем. Второе, это у меня денег вообще не будет, и скорее всего я стану бомжом. Поэтому нет, не хотелось бы. Парень пишет, 29 смс, 16 лет, норм. Хитрить. Ну ты машина. Нужна ли в данный момент армия? Приобретешь ли новые какие-то там штуки? Нет, армия это вообще бред, это полнейшая трата времени. Все, кто оттуда приходят, говорят, 100% это бредятина. Просто просрали кучу времени. Поэтому в армию желательно не ходить, если вы это можете сделать. Кто делает тебе такую прическу? Я сам делаю, она делается за 2 секунды. Как думаешь, на сорявах будут твои подписчики? Будут. Какая главная проблема лично у тебя в бодибилдинге? У меня плохая генетика на плечи. То есть они не растут вообще, как бы я их не качал. Вот это реально очень большая проблема. Мечты сбываются? Интересный вопрос. У кого как? У кого как, у многих не сбываются, у многих сбываются. Но мне кажется, у тех, у кого сбываются мечты, это просто совпадение. То есть нет такого, чтобы ты мечтал, и бах, у тебя тупо из-за того, что ты мечтаешь, у тебя мечты сбылись. Такого нет. Но совпадения бывают. Каково жить с такими огромными банками? Тоже интересный вопрос. Прикольно, братан, прикольно, мне нравится. Почему не хочешь попробовать фарму, если ты уже лет 10 тренируешься, достиг своего гена? Дальше почему-то вопрос не прошел. Видимо, генотипа, не знаю. Ну, короче, предела. Потому что я плохо отношусь к фарме. Ну, как плохо? Я именно к фарме плохо отношусь, но к тем людям, которые принимают, мне на них пофиг. Но лично я бы не хотел принимать, потому что это реально вредит здоровью. Это и на сердце большая нагрузка, и на печень, и так далее. То есть у меня был момент, когда я принимал креатин, и там, блин, мне так плохо было после него. Я 6 дней принимал, у меня болел дико живот, у меня был запор целую неделю, даже больше. Я не знаю, полезна ли вам эта информация, но вот. Короче, очень жестко было. А представьте, что от химозы со мной будет, я вообще развалюсь. Нет, никогда не буду принимать, и не принимал, и не принимаю. Поэтому фарма это зло, ребят, не принимайте ее. Ну вот и все, я надеюсь, этот ролик вам понравился. Не знаю, насколько длинный он вышел, я постарался выбрать самые интересные вопросы. Если вы хотите вторую часть, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, пишите там вопросы, и увидимся в следующем выпуске. Пока!